Здравствуйте! Сегодня мы с вами еще разок остановимся на структурированном языке запросов SQL. В частности, поработаем с оператором Select. Итак, вы знаете, что оператор Select имеет форму записи Select. Дальше мы указываем необязательные параметры All, что означает все, либо неповторяющиеся записи Disting. Список столбцов, которые мы хотим отобразить в нашей выборке. From – имя таблицы. И условия отбора мы можем указать, можем не указывать. Для списка столбцов мы можем использовать такие спецификаторы, как звездочка означает все столбцы таблицы. Мы можем явно указывать имена столбцов, перечисляя их через запятую. Мы можем использовать спецификатор As, после которого ставится имя псевдонима, скажем. Мы можем использовать выражение или же использовать системную или агрегатную функцию. В условиях отбора where мы можем использовать операции равно, не равно, меньше, меньше, равно, больше, больше, равно. Мы можем использовать предикаты between and, like, in. Мы можем использовать предикаты из 0, что означает неопределенно. Существует, каждый из них может предваряться оператором not, то есть получается противоположное значение. И логический оператор and or not. Например, пусть наша база данных имеет две таблицы. Таблица org – структура фирмы и организации. И став – это сотрудники. Для того, чтобы вытащить наименование всех столбцов из двух таблиц, по очереди не смешивая, мы говорим select – все from. Либо первая таблица, либо вторая таблица. Если нам нужно из таблицы org имя два столбца, два поля, то мы перечисляем. Dep-nam, например, и Dep-name. Если нам нужны не все данные из таблицы, а мы должны выбрать только ту информацию, которая соответствует некоторому условию отбора, то мы продолжаем нашу выборку, используя часть предложения where и указывая конкретные условия. Например, вот в этом примере, выборка по условиям, мы говорим из таблицы staff, from staff, выбрать поля Dep-name-job, где Dep равен 38. То есть мы из таблицы сотрудники вытаскиваем наименование отдела где работает сотрудник, имя сотрудника, его должность, при условии, что он работает в департаменте под номером 38. Мы можем вытаскивать информацию, используя условия не только равно, но и больше, к примеру, или меньше. Мы здесь выведем информацию, имя сотрудника, его оклад, его стаж работы из таблицы staff, если стаж больше 9 лет, ну 9 лет или 9 месяцев, но больше 9. Мы можем вывести ID сотрудника, его имя из таблицы сотрудники, если его значение по полю КОМ неизвестно. Мы также можем вывести информацию из таблиц, где ставим не простые условия, как мы только что рассматривали, а составные условия. Например, вывести департамент, имя сотрудника, его должность из таблицы staff, где должность клерк и департамент 38. Вот составное условие может быть сколь угодно большим. Тут может быть и AND, и OR, и NOT, и оно может быть одно в другом. Или же использовать отрицание. То есть если мы в самом первом вытаскивали на именование департамента имя сотрудника, его должность, если он работает в департаменте под номером 38, а если мне нужно найти всех сотрудников, которые не работают в 38 департаменте, то я могу вытащить и поставить условие NOT, департамент 38. Но это были простые запросы. Дальше. Мы можем использовать предикаты IN, OR или END, как мы только что видели, BETWEEN, LIKE. Например, мы выведем информацию, такую как имя сотрудника, его должность, стаж работы из таблицы сотрудники, где департамент будет равен 20 или 84. Вот первый и второй запросы, они абсолютно идентичны. Здесь я использовала OR, департамент равен 20 или 84. А здесь я сказала, что департамент входит в множество 20, 84. Мы можем использовать BETWEEN AND, например, вывести информацию об имени, должности, стажа из таблицы сотрудники, где зарплата находится в интервале от 150 тысяч до 170 тысяч. Этот же запрос можно было записать как, где salary больше равно 150 тысяч and salary меньше равно 170 тысяч. В принципе, действие запросов одинаковое. Но это нужно будет смотреть по тому, как звучит запрос, вывести информацию, где данные лежат в диапазоне или находятся между. Мы можем использовать образец лайк, образец схождения. Например, вывести информацию об имени, должности, стаже работы сотрудника, если где имя сотрудника, отвечая шаблону. Символ начинается с буквы S и далее 1, 2, 3, 4, 5, 6 содержит любые 6 символов. То есть в целом имя сотрудника состоит из 7 букв, первая из них S. Если мы включим S и знак процента, означает после S может быть любое количество любых символов. Следующий пример. Like процент ва означает вывести информацию о сотрудниках, имена которых, вот сначала он найдет вот эту часть, оканчивается на ва, а потом скажет нот, то есть не оканчивается на ва. Это будут сотрудники, которые могут, фамилии которых могут оканчиваться просто на вэ, или там на какие-то другие буквы, но только не на ва. Значение процента в начале и в конце каких-то символов означает, что перед ним может быть любое количество любых символов, и после него может быть любое количество любых символов. При этом вот тут может быть пусто, или в начале может быть пусто. Можно начинаться на ва, потому что в начале любое количество любых символов, в том числе и отсутствующие символы, и завершаться можно вам. Таким образом, у нас знак подчеркивания означает один любой символ, процент означает любое количество любых символов. Если нам необходимо отсортировать данные при выборе, мы используем предложение Order By. К примеру, вывести всю информацию из таблицы сотрудники, где не равен 84, то есть информация, вся информация из таблицы по отделу 84, сгруппировав данные по стажу работы. Первый пример и второй пример идентичны. Ask мы можем поставить, можем опустить. Данное предложение означает по возрастанию, но сортировка по возрастанию, она подразумевается по умолчанию, поэтому можно, в принципе, пропустить, оставить без ничего. Если же нам нужно отсортировать значение по убыванию, значение поля, то мы после имени поля добавляем Desk. Desk означает по убыванию. То есть мы вытащим из таблицы сотрудники такие поля, как наименование, имя сотрудника, его должность, нашу работу, при этом отсортируем из департамента 84, при этом отсортируем по стажу, по убыванию. То есть сначала будут те сотрудники, которые больше всего отработали в этом департаменте, и далее стаж, которых все меньше и меньше. В случае, если у нас по сортировке по одному полю, информация будет повторяться, тогда мы можем указать сортировку по нескольким полям. К примеру, вот здесь мы указываем Order by, стаж, должность, имя. Сначала он сортирует по стажу. Если, например, с определенным стажем несколько сотрудников, то далее он сортирует по должности. Если и стаж, и должность совпадают, тогда он будет сортировать по имени. И причем сортировать у нас будет по убыванию. Если не будет ДЭСК, значит сортировать будет по возрастанию. То есть при указании нескольких полей сортировки, сначала сортируется по одному полю, если значение повторяется, совпадает, то по второму полю и так далее. Использование условий уникальности. Мы, когда выводим информацию через Select звездочка, мы выбираем всю информацию, повторяющуюся в том числе. Если нам необходимо выбрать неповторяющуюся информацию, мы указываем Distinct. Например, вывести наименование департаментов из таблицы сотрудников, неповторяющиеся. То есть здесь будет только наименование отдела. Здесь похожий запрос, но здесь идут по двум полям выборка. Distinct, Depth, Job, то есть наименование отдела и должность из таблицы став. Вот если не будет WHERE, то здесь получится, что департамент может повториться, но не повторяется должность, так как они здесь рассматриваются вместе. Например, в третьем департаменте будет клерк, в третьем департаменте будет программист. Условно. Но здесь еще и условия наклажили. WHERE, DEP, меньше 30. То есть он рассматривать будет только те отделы, порядка номер которых меньше 30. Здесь тот же запрос, что и предыдущий. Он выведет неповторяющие значения по двум полям. То есть по первому полю он может повториться, но совокупность первого и второго поля не будет повторяться. Причем значения по полю DEP не должно быть больше 30. И при этом он будет группировать, вернее сортировать по DEP и JOB. Сортировать по возрастанию. В запросах мы можем использовать агрегатные функции. Чаще всего используют COUNT, количество записей. В данном случае мне вывести, звездочка означает в принципе подсчет строк всех записей. Он выведет количество записей из таблицы сотрудники. Во втором примере он выведет максимальный стаж из таблицы сотрудники. В третьем примере он выведет средний стаж из таблицы сотрудники по отделу равен 30. Номер которого равен 30. Вот здесь нужно иметь в виду, что при использовании агрегатных функций он выводит только одно число. Какое-то конкретное значение. Число количества, максимальное либо среднее значение. Группировка данных. При использовании группировки данных, то есть предложении группы, необходимо учитывать такие моменты. Перечень столбцов, по которым делается разрез, должен быть одинаковым как внутри SELECT, так и внутри группы. И агрегатные функции, которые мы можем использовать, должны быть также указаны внутри SELECT с указанием столбца, к которому такая функция применяется. Давайте рассмотрим их в примере, чтобы было понятнее. Здесь мы выводим информацию наименований отдела, количество должностей из таблицы сотрудники, из группы первых по наименованию отдела. То есть получится в третьем отделе 4 должности разные, в седьмом отделе 5 должностей, в 84-м отделе 2 должности и так далее. Здесь мы выведем тоже наименование, количество должностей из таблицы, сгруппировав по наименованию отдела, где стаж работы сотрудника более 15 лет. То есть если отдел какой-то молодой или сотрудники молодые, то мы не будем указывать. Здесь у нас будет в третьем отделе, если было должности, к примеру, одна должность, стаж, работников стаж менее 15 лет, а в другой более, значит, посчитать только ту часть, где более 15 лет. В третьем примере выведет информацию об отделах, количестве должностей из таблицы, став сгруппировав по отделам. Но вот это количество, оно, столбец, оно не имеет наименования. Чтобы дать наименование этому столбцу при отображении информации, я поставила всегда ас-спецификатор и столбец колечиться назвала job name. Далее выводим информацию по отделам, по количеству работников, должностей вернее из таблицы сотрудники, сгруппировав по отделам, having, count, job, больше равно 5. Вот эти последние два примера похожи, но на последний пример мы еще накладываем условия на группу. То есть если здесь у нас будет информация по всем отделам, здесь у нас будет информация только по тем отделам, количество должностей которых больше или равно 5. Если в каком-то отделе количество должностей менее 5, то эту информацию мы в этой выборке не получим. Оператор select можно использовать в подзапросах, то есть select внутри select. Например, здесь сначала рассмотрим внутреннюю выборку, внутренний select. Вывести наименование департаментов из таблицы сотрудники, где ID сотрудника или ID департамента равно 16. Не указано, что именно относится к ID. Но так как это вся информация из одной таблицы, то СУБД поймет. Здесь мы получим выборку. Теперь внешний select. Select. Вывести поля division location from org, где департамента равняется и вот в этой выборке. Здесь, например, может быть в этой выборке 5 номеров отделов. Или 7. Тогда здесь во внешнем он будет выводить всю информацию, департамент, который будет находиться в этой выборке. Как in. Здесь, во втором примере, мы используем gisting, то есть неповторяющиеся наименования департаментов из таблицы org, где депнам в этой выборке. То есть сначала он работает с внутренней выборкой, внутренняя выборка работает с таблицей staff, выбирает всю информацию. Сравнивая по зарплате, если зарплата меньше 130 тысяч у сотрудника, то он выводит наименование департаментов. Не наименование, а номер департамента. При этом номера могут повторяться. У нас нету gisting. А вот здесь он во внешнем запросе, он как раз таки берет неповторяющиеся наименования департаментов и с другой таблицы. В этих двух примерах у нас внешний запрос обращается к одной таблице org, а внутренний запрос обращается к другой таблице. Это бывает в тех случаях, когда одна информация находится о сотрудниках в одной таблице, другая в другой. И чтобы правильно использовать, мы можем использовать внутренний запрос, скажем так. Можно обращаться к одной и той же таблице, как во внешнем запросе, так и во внутреннем. Например, во внутреннем запросе select мы используем агрегатную функцию, выводим наибольший стаж работы из таблицы сотрудники. То есть здесь будет одно какое-то число. Во внешнем запросе мы выбираем имена, должности, департаменты или отделы из таблицы сотрудники, где стаж сотрудника равен тому, что мы выбрали максимальному. Так как внутренне это одно число, повторюсь, а мне, например, нужно вытащить всех сотрудников, кто больше всех проработал в этом отделе, то я указываю внешний запрос, где год равен результату выборки. Выбирать можно данные не из одной таблицы, а из нескольких таблиц. Тогда мы можем указать запись select следующим образом. select.org, таблица, точка, это как объект, точка, поле, таблица, точка, поле, таблица, точка, поле. Это как в ООП. Из таблицы, то есть мы вытаскиваем три столбца. Из таблицы.org у нас выйдет информация по столбцам division и location. Из таблицы staff у нас выйдет информация по таблице debit. Но эти информации между собой никак не связаны. Просто выборка из двух таблиц. Далее, если название таблиц большое, чтобы каждый раз его не указывать, можно указывать псевдоним. Например, предыдущий запрос я использую вместо названия таблиц псевдонима А. Псевдонимы А, вместо орг, и вместо staff Б. Но когда говорю, из какой таблицы, я возле имени таблицы рядом ставлю псевдоним орг А, staff Б. Вот эти две записи идентичны. И первая и вторая таблица позволят вывести информацию из двух, или первая и вторая запись позволят вывести информацию из двух таблиц. Но эта информация не взаимосвязанная, не соединенная между собой по условию. То есть это будет разнородная информация. Чтобы наши данные были выбраны правильно, нам при выборке нужно указать соответствие по номеру. Например, из таблицы А. Депт ном должен соответствовать отдел ном из таблицы Б. Тогда наша информация будет более достоверной. Здесь, в примере, мы выведем всю информацию из таблицы staff. При этом мы работаем с одной таблицей, но указываем ее в псевдоним, где стаж работы сотрудников равняется. Во внутреннем селекте мы выбираем максимальный стаж сотрудника из этой же таблицы, но назвала я его как Б, где АН не равняется БН. Это самообращение к таблице под разными именами. То есть когда я к одной и той же таблице обращаюсь дважды, чтобы не повторилось имя, чтобы я сама себя, например, дважды не учла. И в первой таблице, и как бы во второй таблице. На самом деле это одна и та же таблица, я просто к ней дважды буду обращаться. Объединение таблиц. При объединении таблиц можно использовать такие предложения, как left-outer join, right-outer join, full-outer join, просто join. Что такое join? Это соединение таблиц. Можно соединить таблицы, вот как мы только что соединяли, через… Вот здесь вот идет естественное соединение, когда мы сравниваем по полям из разных таблиц, а можно более правильно записать и записать через join. Вот в этом примере left – это левое соединение, right – это правое соединение, full – это полное соединение. Так, я из таблицы org вытаскиваю всю информацию, из таблицы став беру только DEP – наименование, номера, отдела. Теперь указываю, что левая таблица, она будет слева соединена справа, то есть это означает, что левая таблица у меня будет иметь всю информацию полностью. То есть я, грубо говоря, вытащила всю левую таблицу и добавила к ней столбцы из правой таблицы, если совпадают вот эти условия. То есть столбец DEP – наум из левой таблицы равняется столбцу 1 из правой таблицы. Если же в левой таблице есть какая-то запись, а в правой таблице такой записи вот нет, соответствия не выполняется, тогда для вот строчки, где будет левое соединение, столбцы из правой таблицы будут заполняться 0. Точно так для write-аутера сначала выводится вся информация из правой таблицы, чтобы было понятнее, то есть наименование всех отделов, которые есть став. К ней соединяется информация из таблицы ORG, вся информация из таблицы ORG. Если вдруг справа есть какой-то отдел, информация, о котором в таблице ORG отсутствует, то она заполнится нулем. Причем здесь все поля, значит, все поля будут 0, 0, 0, и какой-то номер, например, 120. Фулл-аутер означает полностью. Мы берем информацию с левой таблицы, если ей есть соответствующая информация из правой, мы берем информацию из правой. Если ей соответствующей информации из правой таблицы нет, значит, эта часть будет заполняться как 0, и потом дополняем из правой таблицы. То есть получится мы в любом случае и левую таблицу выведем, и правую таблицу выведем. Если информация совпадающая есть, то это будет такая полная хорошая строка. Так как если в какой-то части нету, то эта часть будет заполняться нулем. Итак, мы сегодня с вами еще разом посмотрели, посмотрели оператор Select на примерах. Сказали, что форма оператора Select выглядит следующим образом. Select. Ол мы можем опустить, что означает все записи. Dissing означает неповторяющиеся записи. Здесь список столбцов, либо звездочка. From, откуда мы выбираем, из таблицы, причем здесь мы можем указать А, псевдоним рядом. Where, условия отбора, они могут быть простыми составными. Можно группировать по какому-то выражению либо по какому-то полю. Можно на группировку накладывать определенные условия. И можно сортировать нашу выборку по возрастанию АСС, по умолчанию, либо по убыванию. На экране вы видите вопросы для закрепления и список рекомендуемой литературы. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ